Собственно говоря, тема моего доклада связана с неформальным знанием. Мы с вами много лет говорим о тех критериях, которые позволяют дифференцировать научное знание и знание лженаучное. Говорили мы о разных моментах, сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на специфический тип знания, который к научному не относится, но который сегодня обеспечивает, наверное, очень жесткую конкуренцию именно для продвижения науки, именно для ее пропаганды в современной медиасреде. Неформальное знание – это термин, который позволяет описывать те типы знаний, производства которых не институризировано. Как правило, это обыденное повседневное знание, знание, у которого нет жестких критериев, которые чаще всего опираются на здравый смысл. Любой ученый очень четко знает, когда он имеет дело с научным знанием, когда он имеет дело со знанием лженаучным или ненаучным. В случае лженауки мы часто понимаем о том, что именно она перед нами по употребляемой терминологии, об этом очень много говорили, по тематике, по специфике аргументации, по многим-многим признакам. Понимая это, не всегда можно четко сказать, какие именно признаки использовались для идентификации в конкретном случае. Но мы не задумываемся над тем, как выглядит научное знание со стороны, то есть как оно выглядит со стороны обывателя. Обыватели в массе своей, ну и в общем-то тоже каждый из нас является обывателем в тех сферах, где мы некомпетентны, как специалисты. И если я занимаюсь философией, то в медицине, в географии, во многих других вещах я являюсь таким же обывателем, как все обычные, простые, смертные. Так вот, неформальное знание, которое появляется в повседневной жизни человека, незаметно по сравнению с научным знанием, просто потому что, как правило, оно никуда не идет. То есть оно не идет в книги, так как уходят статьи ученых. Оно не уходит на конференции, и люди не всегда даже думают о том, что речь идет именно о знании. Но благодаря социальным сетям, благодаря интернету огромные массивы этой информации стали появляться в медиасреде и стали доступны для всех граждан. Кроме того, социальные сети устроены таким образом, чтобы контент, который создают пользователи, в них циркулировал. В общем-то это то, зачем мы туда идем, почитать мнения других людей, узнать что-то новое, посмотреть новости. Производство такого знания позволяет людям коммуницировать, общаться, вступать в коммуникативный контакт, и оно же содержит те сведения, которые мы с вами фиксируем как уже научные. Именно движение этого знания происходит в социальных сетях. мне хотелось бы показать вам два диалога для того, чтобы продемонстрировать на самом деле, насколько со стороны человеку трудно понять, когда к нему обращаются ученые. Катерина Павловна, можно пролистать презентацию. Вот группа, которую вы, наверное, не знаете, группа была создана достаточно давно, сейчас эта группа, в принципе, тоже активна против алкоголя. Можно вернуться назад, наверное. Да, здесь есть адрес «Алкоголизм, курение, наркотики, ГМО и мясо». Меня она интересовала в связи с тематикой ГМО, потому что это была тема моего недавнего доклада, и эту группу я смотрела именно как пример, наверное, коммуникативных стратегий представителей лженаучного дискурса. Страница коммуникантов, можете посмотреть сейчас на экране. Сверху это админ этой группы, который, видимо, ее и создал. Судя по всему, он приглашал в эту группу профессиональных представителей научного сообщества для того, чтобы они подтвердили некоторые его тезисы. Ну, в частности, что генно-модифицированные организмы – это страшный яд, страшный вред, и вообще все это очень-очень плохо. Здесь у нас страница человека, который в эту группу пригласили именно со стороны науки, и диалог сам я не буду озвучивать, вы можете его просто просмотреть на экране. Там примерно 12 сообщений всего, это очень короткие, поэтому я его, в общем-то, и выбрала. Обратите внимание на сноски, которые в нем появятся. Чуть попозже я про них скажу. Так вот, приглашаются специалисты, со специалистами пытаются завязать диалог, специалисты говорят то, что не нравится пригласившему. Большинство этих специалистов в этой группе, видимо, были забанены, потому что их присутствие видно только по обращению в постах самого админа. И, соответственно, очень много людей, которые, может быть, являются фейковыми страницами, может быть, они являются группой единомышленников, которые с этими специалистами точно так же полемизируют, объясняют им, что они неправы, разоблачают их всячески. Вот ссылки видно там, да? Наверное, я сразу их покажу. Потом я вернусь, если хотите, к нему. Группа «Игры богов», видео оттуда берется, группа создана этим же человеком, он же там стоит в админах. Соответственно, вся разоблачающая науку информация, она представлена там. Еще там есть «Узнай правду о нашей родине» тоже создана специализированная группа, где вся вот эта информация о том, что ГНО ужасно, что создаются они специально для того, чтобы травить народ, она находится там. И вот это вот член ОПЛ, я думаю, очень хорошо помнит сказочного мракобеза Сергея Кашина, у нас есть тема, посвященная ему. Вот на этом сайте он присутствует, хвалит его как очень удачный ресурс и ругается с теми, кто говорит о том, что этот сайт очень хороший, но устарел. Переписка там 2014 года. То есть эти ресурсы созданы людьми специально для того, чтобы вводить людей в заблуждение. То есть люди, которые все это создавали, они, конечно, знали, что они делают и зачем они это делают. Но люди, которые приходят на эти сайты и приходят в эти группы, они приходят по разным причинам. Потому что тематика сама предполагает, что речь идет о борьбе с алкогольными зависимостями. Люди, у которых есть такие проблемы, которые сталкивались с ними в жизни, приходят в эту группу за этим. Хотя сама группа создана как продвижение вот этого сайта, по большому счету. Понятно, что эта стратегия манипулятивная, понятно, что она не очевидна большинству пользователей социальных сетей. Потому что, конечно, люди начинают просматривать профили участников, профили админов, искать связь между ресурсами тогда, когда им это становится действительно нужно. Простой рядовой пользователь сети, который приходит для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, поболтать и высказаться, он чаще всего этого не делает. И недавно у нас буквально в этом году группу нашу, вы все знаете, Екатерина Павловна обновила статью, не статью, а тема, посвященную Ирине Ермаковой. У нас в группе есть фотоальбом «Лица российской лженауки». Очень давно все персонажи были помещены там, там мы их коллекционируем, там они обсуждаются. И Екатерина Павловна решила обновить эту тематику, как раз сбросив фотографию фигуранта этой темы. И таким образом она поступила со многими другими тематическими обсуждениями. Как только тема была обновлена, это просто один из защитников госпожи Ермаковой, там в принципе, наверное, два или три активных человека было. Тема большая, там не 12 постов, конечно, ее тяжело приводить. Но те посты, которые я предлагаю вашему вниманию, они специально мною подчеркнуты красным. Просто на галочке посмотрите. Очень хорошо этот диалог наверняка знает Александр Валерьевич Рогачев, который модерировал эту тему. И она хороша тем, что там был длинный обмен репликами, связанными с качеством аргументации. Дальше вы их видите, я так думаю. И смысл этих сообщений сводился в финале к тому, что для защитницы Ермаковой непонятно, как установить критерий, по которому можно использовать определенные аргументы. То есть позиция такая, вы мне все время говорите, что то, что я привожу неправильно, то, что я привожу как пример правильного, с моей точки зрения, отношения к госпоже Ермаковой, по вашему мнению, это ресурс низкого качества, он зависимый, он проплачиваемый. И действительно объяснить в двух, в трех словах человеку, который не занимается наукой, может быть и можно, да, о том, где нужно брать информацию, как с ней работать, какие журналы правильные, как мы эти журналы идентифицируем, как мы ими пользуемся, как мы с ними работаем, может быть и можно. Но мы, как правило, этого не делаем, потому что для любого человека, который занимается наукой, это знание является так называемым неявным. Мы усваиваем его в процессе профессиональной социализации, когда обучаемся в аспирантуре, еще в студенческие годы, глядя на своих научных руководителей, глядя на коллег и не рефлексируем особенно сильно о том, как со всем этим нужно работать. То есть вот если посмотреть те ресурсы, на которые будет ссылаться фигурант этой темы, я не сделала таких вот скринов по каждому из них, то, во-первых, это сайт, сейчас вам скажу, против введения электронных карт. Нет электронного концлагеря он называется. То есть, ну понятно, на нем, что электронные карты вводятся для того, чтобы уничтожить всех, подавить все это зло и по разным самым причинам. И заодно там концентрируется конспирологическая информация, в частности, и о вреде ГМО. Вот оттуда приводятся аргументы. В конце концов, наверное, если этот человек поучаствует в десятке таких обсуждений, он научится смотреть аргументы, которые выдвигают науку. Он узнает, какие журналы бывают, что такое научное рецензирование, где их можно брать и как с ними можно работать. Но может он этого и не сделает. То есть, человек старательно говорит о том, что, почему вы считаете, что мои независимые источники, а независимые для человека, это не относящиеся к научным изданиям именно потому, что Монсанто проплатила научные издания. Поэтому им можно верить, а научным изданиям нельзя верить. Вот эта логика, она нам была очевидна не сразу, мы даже не сразу ее поняли. Но, тем не менее, человек говорит о том, что нужно же искать какие-то другие варианты, не только научные, а в науке других никаких не существует. Вот мне кажется, что, может быть, мы должны этой тематике, если мы будем говорить о популяризации дальше, уделять больше внимания. У меня все, спасибо за внимание. ГМО Кофе следит за вами.